Здравствуйте! В центре внимания, в эфире в студии Евгения Монакова. Предпринимателям, я думаю, наверняка всем кажется, что предпринимательство это такое дело очень самостоятельное. И если уж столкнулся с какими-то проблемами, то решать тебе их самому. Но в принципе сейчас существует уже достаточно всевозможных структур, которые призваны помогать предпринимателям решать их каждодневные проблемы и задачи. И вот сегодня на гостях находится начальник Центра поддержки предпринимательства Амурской области Валерия Ушакова, которая нам, собственно, обо всех этих мирах расскажет. Здравствуйте, Валерия! Здравствуйте! Ну, давайте, во-первых, начнем с того, действительно, насколько давно существует центр. Потому что есть всевозможные действительно пути помощи предпринимателям, а центр это такое для нас относительно новое понятие. Ну, именно на территории Амурской области центр у нас начал свою деятельность с 1 июня 2017 года. То есть, вот в декабре у нас будет полгода, как мы существуем и оказываем всяческую поддержку как действующим, так и начинающим предпринимателям. Ну, полгода это действительно небольшой срок совсем, но при этом у вас есть ряд задач, я так понимаю, которые перед вами поставлены в самом начале. Вот расскажите вообще, какие основные задачи Центра поддержки предпринимательства? Основная задача, это, конечно, поддержка предпринимательства, оказание консультационных информационных услуг нашим предпринимателям, проведение различных тренингов, семинаров. То есть, мы это делаем как самостоятельно в рамках нашего центра, так и приглашаем преподавателей и тренеров со стороны. Ну, в данном случае у нас были приглашены лица как с Москвы, так и с Владивостока. Люди, которые приходили и рассказывали, как эффективнее вести свою деятельность. Много уже тренингов и семинаров проведено? Ну, вот на 1 декабря цифра у нас мероприятий, проведенных в рамках центра, 31 мероприятие. Это тренинги и семинары, обучающие мероприятия. Ну, так как Центр поддержки существует недолго, не могу не спросить, предприниматели о вас знают, наслышанные, приходят ли на семинары, которые вы проводите? Ну, конечно, действительно, поначалу было сложно, да, то есть, начало, оно всегда сложно для всех. Что слышали, мне интересно, от предпринимателей? Знаете, приходили люди, которые говорили, а что это вообще, да, а как вы нам можете помочь? У некоторых складывается ощущение, что если это Центр, то в первую очередь это Центр, который дает денег. Так, понятно. Но помощь, она не всегда материальная. Совершенно верно, помощь, она не всегда материальная. То есть, наша задача, это оказание все-таки консультационных услуг. Предприниматели на сегодняшний день узнают о нас очень разными путями. Первое, это у нас есть сайт, мы там размещаем объявления. Затем, это сайт нашей администрации, области нашей. Это WhatsApp, то есть, всеми любимый WhatsApp, распространение информации, знаете, как сарафанное радио, оно везде хорошо работает. Ну, и здесь, я так понимаю. Конечно, конечно. Это смс-рассылка, то есть, у нас есть список предпринимателей, и мы делаем их рассылки, им делаем рассылки, соответственно, они уже через себя передают другим. Плюс у нас всегда есть организации, которые нам оказывают помощь. Те же самые в проведении мероприятий, это колледжи, это университеты, которые тоже помогают нам в привлечении начинающих, наверное, лучше сказать, предпринимателей. Люди приходят к нам на мероприятия и думают, а стоит ли им вообще стать предпринимателем. Вот смотри, действительно, мы сейчас уже очертили такой круг людей. Я так понимаю, на ваши семинары ходят, начиная от студенческого возраста, да, и заканчивая каким? Ну, всякие разные. То есть, возрастных ограничений у нас нет. То есть, вы вообще не ставите никаких рамок? Нет, конечно. Но у нас же с вами сейчас предприниматели есть молодые, а есть и кому далеко за 60, а у него бизнес идет. То есть, есть и такие. Конечно, да, есть такие. Ну, в общем, учиться никогда не поздно никому, правда же? Я согласна с вами. Тем более, когда дело касается изменений в законодательстве, о которых вы тоже рассказываете. А это такой вопрос, насколько я знаю, для любых предпринимателей очень непростой, потому что попробуй разберись иногда в нашем законодательстве. Вот расскажите, я знаю, что относительно недавно у вас проходил семинар для тех предпринимателей, которые работают в сфере общепита, да? Да, совершенно верно. Он у нас прошел 15 декабря. Было, я вам могу сказать, достаточно много людей. Точная цифра 103 человека. Ничего себе. Да. Это далеко еще не все, кто у нас общепитом занимается. Да, это далеко не все. Возможно, даже было чуть больше, но до нас дошла по регистрации 103 человека. У нас на крупные такие семинары мы обязательно приглашаем органы, которые занимаются контролем, либо надзором. У нас на этом семинаре присутствовал Роспотребнадзор, представитель Россельхознадзор. У нас присутствовали сотрудники налоговой инспекции, потому что там тоже произошли значительные изменения, да? Ну и так как в преддверии Нового года мы обязательно пригласили специалиста МЧС. То есть, чтобы он в очередной раз напомнил руководителям организаций, как должны проходить праздники, какие нормы и правила они должны соблюдать. Ну, действительно, достаточно серьезные мероприятия. Сколько, кстати, времени обычно длятся такие обучающие семинары? Предприниматели, они же люди занятые-то. Да, это вот, кстати, наверное, самый важный ресурс для них – это время. Ну, мы стараемся ограничиться 2-2,5 часа. И вот, вы знаете, самое интересное, что все досиживают до конца, хотя вначале все при регистрации говорят, ох, как долго, ох, как долго это все будет длиться. Но все досиживают до конца, и мы очень рады, что все берут эту информацию, ну и в дальнейшем, я надеюсь, используют в своей работе. Вообще, какой был самый популярный из семинаров, которые вы проводили? Давайте вот так вот. Ну, давайте. Это, наверное, больше не семинар был, а у нас, я вот вначале сказала, что мы проводим еще тренинги. А. Да, вот. У нас, я немножко сейчас скажу, да, у нас заключено соглашение с корпорацией МСП на проведение специальных тренингов для развития предпринимателей, как действующих, так и начинающих. То есть, это порядка 13 блоков. Тренинги достаточно интересные, но на сегодняшний день, то есть за эти полгода, мы из 13 провели пока только 6. Самый такой ходовой, это, наверное, два у нас тренинга. Первый, это генерация бизнес-идеи. Ммм, да. Я так понимаю, что студенты как раз очень любят этот тренинг, да? Вот, да. Знаете, была хорошая практика у меня, потому что данный тренинг я проводила и провожу на сегодняшний день. И вот мне посчастливилось поприсутствовать в Дальгау, у студентов провести этот тренинг. Возможно, они даже не задумывали, что они хотят стать предпринимателями или нет, но для них это было интересно, было интересно для меня. И вы не представляете, были гениальные идеи, потому что, да, цель этого тренинга – это прийти к какой-то единой концепции, разработать какую-то очень отличную, гениальную идею и посмотреть, будет ли она реализована у нас в Амурской области. Так вот, наши студенты оказались очень креативными. Что же за идея такая? Одна из идей была у нас – это создать развлекательный аграрный центр. Боже мой! Вот сейчас у меня это в голове, правда, не умещается. Нет, ну, действительно. Звучит-то очень интересно, но как это они себе придумали, честно, мне сложно представить. Ну, они все же у нас аграрники, то есть тогда в основном там была группа у меня аграрников. И смысл в чем? То есть люди приходят, как они мне объяснили, поросята, коровы, лошади, и они вот могут поиграть, покататься, потрогать, покормить, пофотографироваться. Ой, ну, эта идея знаю тогда. Витает в воздухе действительно, и мне кажется, на территории Амурской области она просто обязана быть реализована. Ну, я надеюсь, что там была очень активная у нас студентка. Дай бог она, если возьмется, то она может довести этого до реализации. Ну, это интересно. А вот вообще, вот вы сказали, что сами становитесь где-то лектором, да, и ведете семинары. Вообще, откуда специалистов берете? Ну, вот понятно, что какие-то приглашенные, а откуда опять же приходите иногда приглашенные? Ну, если мы говорим о тренингах, да, то здесь мы, естественно, связываемся с консалдинговыми компаниями, либо с тренинговыми компаниями других регионов, которые, в свою очередь, могут нам предложить интересную тему для развития предпринимательства у нас в Амурской области. Да, либо они сами с нами связываются и предлагают свои какие-то темы, и мы уже понимаем, что да, она актуальна, либо, ну, мы просим заменить, либо переносим. Вот на следующий год у нас тоже колоссальные мероприятия запланированы, пока не буду раскрывать какие, да. Ну, мы надеемся, что это все будет реализовано. Если говорить про консультации, здесь, конечно, ну, мы не всевидящие, да, мы не всезнающие, вот, поэтому у нас обязательно есть наши партнеры, с которыми мы сотрудничаем. С партнерами, с нашими, кстати, можно ознакомиться на сайте, на нашем же, вот. И в основном, в основном, консультационные услуги у нас, конечно, нам помогают оказывать наши партнеры. Это правовые услуги, которые на сегодняшний день, наверное, пользуются большим спросом. Это финансовые услуги, как составление бизнес-плана, составление маркетингового плана, бюджетирование, все это входит. Затем это маркетинговое сопровождение. Ну, и это у нас работа с персоналом. То есть персонал это очень важен, как и для предпринимателей, да, и просто любую организацию взять. У нас есть партнеры, которые оказывают помощь элементарно в подборе персонала. То есть они могут провести собеседование. Я так понимаю, записаться на прием можно предварительно позвонить, да? Совершенно верно. Вы можете позвонить нам по телефону, либо прийти к нам в офис. То есть, в принципе, все просто. Сказали, что на 2018 год планами делиться не будете, но тем не менее, я понимаю, что именно 2018, наверное, будет вот той ступенькой развития, которая покажет, чего стоит центр, правильно? Да, совершенно верно. То есть полгода это хорошо, но целый год отработать это еще важнее. Да, ну я могу сказать, что у нас запланировано порядка, наверное, 50 обучающих мероприятий, в том числе тренинги и семинары. И мы планируем такой для области новый тренинг привести, называется «Мама-предприниматель». Да, то есть будем приглашать мамочек, которые сидят у нас в декрете, для того, чтобы они почувствовали силу предпринимательскую жилку такую и пришли к нам и стали развивать предпринимательство Амурской области. В общем, хочешь быть предпринимателем, будь им. Совершенно верно. Я сказала так, резюмируя всю нашу беседу, это просто. Валерия, спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Спасибо вам. Я напоминаю, что сегодня в гостях была Валерия Ушакова, начальник Центра поддержки предпринимательства Амурской области. А вы смотрели в центре внимания. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин